И вот теперь, наконец, мы переходим к эпохе, которую можно назвать «зрелым средневековьем». Мы сделали несколько шагов. Встреча Афин и Иерусалима. Важность философии для богословов православных и католических. Наследие Августина и Боэция, которое через королевский двор Карла Великого распространилась и стала действенной силой в решении богословских споров. Причем я особо подчеркивал важность философии для решения богословских проблем. А сейчас мы сделаем еще один шаг, потому что мы должны хотя бы несколько слов сказать об эпохе, которую считают эпохой, чрезвычайно важной для истории Европы. Эпоха начинается в XI веке. Она связана с григорианскими реформами, с тем, что папа Григорий VII издает документ в 1078 году, диктаты папы, в которых на уровне правил жестких разделяет светскую власть от власти сакральной. Согласно его указам, все священники становятся целебатными. И клир, то есть все, кто принадлежит церкви или сакральной сфере, лишаются права иметь земную собственность. Церковь становится некой институцией, хотя и живущей, и проповедующей в мире, но изъятой на уровне права из всех отношений этого мира. С другой стороны, как задача светской власти, задача собственности, охраны собственности, задача охраны правопорядка и мира становится более четко определенной, потому что Карл Великий считал себя помазанником Божиим, потому что византийские императоры считали себя на равных и принимали участие в богословских разговорах, в дискуссиях. Григорианские реформы четко разделяют эти две сферы. И в связи с этим многие историки, правополитические историки, историки философии и богословия говорят, что именно григорианские реформы производят целую революцию, которую иногда называют папской революцией. Эта революция способствовала развитию средневековых городов, возникновению интереса к праву. В Болонье в XI веке открываются трактаты по римскому праву, и возникает школа, которая изучает это право, и возникает то, что можно назвать политическими и правовыми дискуссиями между партией папы и партией императора. И вот как раз в круговорот этих дискуссий попадает человек, который, пожалуй, является одним из наиболее глубоких мыслителей Средневековья, это Ансельм Контерберийский. Автор XI века, он умер в начале XII в 1909 году. Ансельм — итальянец, который попадает в молодом возрасте в монастырь Лебек, нормандский. Там становится учителем уже известного нам Ланфранка. Ланфранк там учитель школы и приор. И там же Ансельм создает свои трактаты, которые имеют такие греческие титулы «Монологион» и «Прослогион». И в этих трактатах, особенно в «Прослогионе», Ансельм впервые формулирует доказательство бытия Бога, которое раньше никто таким образом не формулировал. И создавая эти свои трактаты, подчеркивая, это было в очень далеком монастыре нормандском Лебек, также вдали от каких-то интеллектуальных центров основных, в предисловии к «Прослогиону» он говорит о своей программе, которая станет важным элементом схоластики. Эта программа по-латыни звучит так «Fides Querens Intellectum» или «Вера, ищущая понимание». Он сам объясняет, каким образом эта программа возникла у него. Он говорит о том, что когда он преподавал диалектику монахам и слушателям монастыря, его попросили изложить все главные истины христианской веры с помощью только рациональных доводов. По-латыни «rationes». Здесь тут надо обратить внимание на этот важный факт. Ансельм не хочет быть рационалистом только, но его просят его слушатели, чтобы он истины веры изложил без цитат евангельских, без цитат библейских и без цитат Августина, чтобы он показал путь рациональности, который мог бы привести каждого верного к пониманию своей веры, к пониманию смысла того, во что он верит. И вот у Ансельма как раз возникает эта программа, и я сейчас не могу подробно объяснять его аргумент, антологический аргумент, потом Кант называет аргумент антологическим. Суть аргумента состоит в том, что Бог является необходимым бытием, и тот, кто пытается это бытие отрицать, а Ансельм цитирует Псалом и сказал, «Безумец в сердце своем нет Бога». То есть тот, кто пытается отрицать бытие Бога осмысленно, попадает в противоречие. И эту аргументацию Ансельм выстраивает, исходя из столько логических звеньев своей аргументации. Даже в 20-м и в 21-м веке, даже сейчас, философы, логики, математики разбились на два лагеря больших. Одни считают, что этот аргумент абсолютно легитимный, этот аргумент абсолютно сильный, и ему нельзя противостоять. Другая же группа философов и логиков считает, что здесь в аргументе этом кроется софизм. Есть и совершенно другие позиции. Например, я могу привести одного философа и логика, атеиста, который однажды сказал, что этот аргумент абсолютно убедителен. Но когда его спросили, «Почему же вы тогда не верите в Бога?», он сказал, что «А я не говорил о вере в Бога, я сказал о том, что сам аргумент абсолютно убедителен, аргумент, что нельзя осмысленно отрицать бытие Бога». Вот этот аргумент про слогиона, доказательство бытия Бога, считается некоторыми медиевистами первой оригинальной мыслью Средневековья. Не античной, потому что августин и боецы еще стоят в традиции античности. Они используют схему мышления, которая сформирована в античности. Ансельм же сформулировал впервые оригинальную мысль в этом далеком нормандском монастыре. Но теперь мы сделаем еще шаг. Вот Ансельм с его программой «Fides querenc intellectum» — «Вера, ищущая разумение». Я сказал о григорианских реформах, я также говорил о том, что Европа становится на другой путь, путь городов, путь городской культуры. Вот здесь мы должны рассмотреть несколько важных фактов, из которых потом будут вырастать ветви или главные линии схоластики XIII века. Я укажу на несколько моментов. Первое. XII век — это век городов. И впервые на Западе формируется то, чего нет до сих пор у нас. Это образ городского христианства. Если в раннем Средневековье интеллектуальная жизнь концентрируется вокруг королевского двора, с IX-X века вплоть до конца XI века интеллектуальная жизнь сосредоточена в основном в бенедиктинских монастырях. То есть, видите, мы с вами переходим из королевских дворов в монастыри, а бенедиктинцы строили монастыри вдали от городов. Это было в лесах, при озерах, реках. То есть, там они переписывали манускрипты, там они занимались, вот как мы уже видим, диалектикой. Но это было далеко-далеко от городов. Это была монашеская интеллектуальная жизнь. И они спорили между собой. То XII век дает нам важный слом развития интеллектуальной культуры. Интеллектуальными центрами теперь становятся города. Не королевский двор, не бенедиктинский монастырь в глуши, а именно города. И ярким выразителем такой городской культуры, ее духа, являются Пьер Абеляр. Или Петр Ломбардский. Или магистр Грациан, профессор права в Болонии. Что это за люди? Это люди, и вообще, что за школы возникают в XII веке? Их называют иногда студиум генерала. Большие школы. Из них потом будут вырастать университеты. Собственно, школ, как таковых, не существует еще в XII веке. В основном ученики группируются вокруг своих учителей. Так в случае с Пьером или Петром Абеляром. Он перемещается по Франции. Он преподает то в школе Ноттердам, то в других городах Франции. И за ним идут группы его учеников. То есть школа в XII веке еще очень подвижна. Но уже там мы видим усиление диалектического искусства или логики. Пьер Абеляр предлагает нам очень строго разработанные трактаты. Например, его главный трактат называется так. «Трактат о высшем благе» или «Теология высшего блага». Впервые за историю Латинского Запада термин «теология» становится титулом целого трактата. Странным образом, но до Абеляра этого термина боялись. Вот мы сейчас говорим «богословие», обязательно должно быть в Средневековье. Впервые Пьер Абеляр использует термин «теология» в названии трактата и показывает шаг за шагом решение сложных проблем. Более того, он пишет отдельную книгу, которую он называет «Да и нет» — «Sic et non» по латыни, где предлагает своим ученикам разбирать кажущиеся противоречия церковных авторитетов. Он им предлагает некую интеллектуальную игру. Вот сегодня у нас есть компьютерные игры, а Пьер Абеляр предложил что-то наподобие игры. Вот есть Василий Великий, Григорий Богослов, вот есть Августин. Но присмотритесь, видите, у них есть внешние противоречия. Попытайтесь увидеть за противоречиями единство их учения. И для XII века этот стиль книг, стиль трактатов, станет очень характерным. И вот то, что, мне кажется, вам нужно знать или узнать после этой короткой лекции, вот эти точки, эти трактаты, которые возникают в XII веке. Вот «Sic et non» Абеляра — это трактат мастера Грациана о праве каноническом. Грациан — отец западной юриспруденции. В 1140 году он пишет большую книгу о согласовании несогласуемых канонам, кратко «Декретум». И еще один трактат Петра Ломбардского, который называется «Сентенции». Там Петр Ломбардский, разбивая книгу на четыре части, берет цитаты из церковных авторитетов, в основном это Августин, и разбивает эти цитаты по главным отдельным темам. То, что касается Троицы, Христа, спасения. И снабжает эти цитаты своими комментариями. Так возникает дух будущих великих сумм, будущих великих компендиумов. Вот когда мы сейчас сделаем маленькую паузу и подумаем, из какого духа все это возникает, из каких практик это все возникает. Еще раз, это практики городского христианства, которые порождают очень активную интеллектуальную жизнь, активную связанную с дискуссиями, с большими группами учеников. Например, в Болоне в XI веке одновременно училось несколько тысяч слушателей. Иногда за Петром Абеляром ходило несколько сот учеников. Посмотрите фильм «Голливудский Абеляр», вы видите там громадный амфитеатр, где сидят сотни учеников, каждый из них может задать ему прямо вопрос. И вот эта интенсивная, даже несколько шумная, я бы даже сказал, несколько суетливая жизнь, порождает потребность в культивации аргументов, в культивации разума. И чтобы упаковывать возникшие глыбы информации, чтобы мозг средневековых интеллектуалов не разрывался, были придуманы специальные литературные формы. Не было же компьютера, не было этих гаджетов. Нужно было каким-то образом компоновать открывшееся новое знание. И были созданы эти компендиумы. Я не знаю, как перевести на русский, можно перевести как некий сбор фрагментов, который имел тысячи страниц. И вот я назвал три из них. В области права – магистры Грациан, и в области теологии – Абеляр, Сикот, Нон и Петр Ломбардский – сентенции. Ну и теперь я хотел бы, чтобы мы с вами обозрели тот путь, который прошли, посмотрели на это с некой новой высоты. Мы еще увидим, что основной путь европейской науки, философии, богословия – это путь присвоения чужих идей. Есть такой известный современный философ Рэми Брак. Он написал книгу, которая называется «Европа. Римский путь». Очень рекомендую. И вот там он говорит потрясающую парадоксальную фразу. Что такое римский путь и почему он нам сегодня важен? Римский путь состоит в том, что Европа не создала ни одной оригинальной идеи. Вот мы говорим, в чем европейская состоит идентичность? В чем состоит идентичность немцев, французов, русских, украинцев и так далее? Брак разбивает эти предрассудки. Он говорит о том, что главный дух Рима – это дух присвоения чужого. Это умение собирать лучшие идеи и лучшие факты, феномены, институции, собирать в некий единый синтез. И когда мы с вами говорим о влиянии Фомы, то именно в Фоме эта синтетическая сила проявится наиболее ярким образом. Но чтобы к ней подступить, мы должны увидеть, как это все происходило. Итак, Европа – это умение присваивать чужое. А что это чужое? Что это значит? Это значит, что Европа, начиная с Августина и Боэция, вплоть до сегодняшнего дня, усваивает наследие библейское, евангельское, берет много у греков и римлян, берет у сирийских христиан, у Византии. Много заимствует потом, мы к этому еще придем, у арабов, у арабских ученых, богословов и философов. И это продолжается до сих пор. И вот когда сегодня европейцы боятся мигрантов, и когда постоянно говорят об угрозе европейской идентичности, эти люди забывают о том, что Европа и существовала всегда как ситуация конфликта, поскольку принятие чужого, принятие чужих влияний всегда связано с конфликтностью, всегда связано с опасностью. И вот то, что создавало и до сих пор создает Европу, это колоссальная сила объединять и примерять эти конфликтные аспекты, примерять эти иногда кажущиеся противоположными идеи. Об этом очень важно знать. И когда мы говорим о дискуссиях между православием и католицизмом, и когда, например, мы говорим о киевском православии или о украинском православии, нам часто говорят о том, что что-то угрожает его идентичности, что-то угрожает, то Рим, то Львов, то, я не знаю, какие-то другие центры, что у нас должно быть что-то свое оригинальное. Вот мне кажется, то, что я сказал, очень важно для спокойного принятия того, что православие многообразно. И любая оригинальная культура должна понимать, что она должна объединять многообразие. И католицизм, и православие, и протестантизм, разные формы католицизма и православия — все это еще не христианство. Ту историю, которую я попытался кратко сейчас рассказать, показывает, как западное латинское христианство возникает из духа противоречий и синтезов совершенно разных линий развития. Мне кажется, эта мысль была бы актуальна и для решения современных проблем. Продолжение следует...